По легенде учений на поле дежурного поступило сообщение о пожаре в лесу вблизи озера Суко. На пожар выехал личный состав муниципальной службы спасения, 15 специалистов и 15 представителей пожарных дружин сельских округов Субсекского, Гайкадзорского, Анапского. Да, обязательно проводить такие учения, дабы знать принцип этих учений и помогать приходить сюда на помощь в оказании пожаротушения. Каждый мужчина должен знать хотя бы как ориентироваться и вести себя в данной ситуации. В тушении огня задействовали 7 единиц техники, 3 пожарных расчета, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 3 машины-добровольцев. Первыми приехали спасатели дежурной смены. Очаг возгорания находился на высоте около 100 метров над уровнем моря. Подъехать пожарной технике невозможно. В тушении пожара эта сложность не помеха. Цель достигнута, а в очередной раз мы по плану провели это пожарно-тактическое учение, но с привлечением еще добровольных пожарных дружин, так называемых. Их цель, в принципе, помощь по тушению отдельных очагов пожара – это ранцевыми огнетушителями. Ваша цель – подача воды к месту возгорания условно. Спасатели развернули пожарные рукава, установили мотопомпы и контролировали подачу воды в промежуточные емкости. Первая мотопомпа забирала воду из озера Суко и подавала по цепочке к следующим. Вода дошла до верхней точки, возгорание локализовано. Спасатели работали слаженно, каждый на своей позиции. Одни установили оборудование, другие тушили условный пожар. Спасатели и представители пожарных дружин отработали навыки по прокладке магистральных линий и подаче воды с использованием пожарных мотопомп. На построение, полное боевое развертывание и подачу воды к ромке пожара спасателям понадобилось около 20 минут. В пожароопасный сезон такие учения необходимы. Каждый день на пульт дежурного поступает один-два вызова о возгорании. Зачастую причины пожаров на курорте – сжигание травы, камыша и мусора, незатушенные костры. Условия учений максимально приближены к настоящим, а на общении показали отличные результаты.